Какие будут вопросы? Тогда разрешите мне предоставить слово Герасиму Елене Владимировне с очень длинным названием влияние ингибитора рецептора интерлекина 6 на уровень N концевого фрагмента предшественников мозгового метра. Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, следующее сообщение посвящено влиянию ингибитора рецептора интерлекина 6 на уровень N-концевого фрагмента предшественников мозгового натриоэлектрического пептида B-типа у больных ревматоидным артритом с неэффективностью или непереносимостью базисной противовоспалительной терапии. Так, он действительно не переключается. Н-концевой фрагмент натриоэлектрического пептида B-типа или N-типро-БМП, как его называют кратко, это аминокислотный пептид, который вырабатывается предсердиями, желудочками сердца, эндотелиальными клетками сосудов. Его образование и синтез регулируются степенью механического растяжения кардиомиоцитов, так называемым миоцитарным стрессом, который возникает под влиянием увеличения давления и объема в пластях сердца и является характерным симптомом хронической сердечной недостаточности. Но существуют и другие механизмы, которые влияют на уровень антипро-БМП в крови. К таким относятся ишемия миокарда и чрезмерная нейрогормональная активация, включающая в себя эндокринные, паракринные механизмы и модулирующие экспрессию генофакторы, это норопинефрин, эндотелин-1 и провоспалительные цитокины. Мета-анализ 40 проспективных исследований, в которых было включено более 87 тысяч исследований, выявила высокую прогностическую значимость уровня НТПРО-БМП в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, так, скорректированный по традиционным факторам риск относительно риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, составил 2,82. Измерение уровня циркулирующей антипро-БМП крови рекомендовано в диагностике и оценке прогноза у пациентов с симптомами как дисфункции левого желудочка, так и для стратификации риска при остром коронарном синдроме, прогрессировании смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин о пожилых. Существуют состояния и заболевания, при которых меняется уровень антипро-БМП во крови, так с возрастом увеличивается его содержание, а такие заболевания, как ожирение, гипотириоз, снижают. Здесь перечислен ряд заболеваний, при которых происходит увеличение уровня данного пептида в крови. Существует ряд исследований, как зарубежных, так и наших, в которых было показано, что повышение уровня антипро-БМП связано с активностью ревматоидного артрита, и с воспалительными маркерами. Интралекин-6 является центральным фактором провоспалительным цитокином, участвующим как в патогенезе ревматоидного артрита, и так он, естественно, связан с образованием секреции антипро-БМП. Системное действие интералекина-6 сопряжено с регуляцией нейроэндокринной системы, с сосудистого эндотелия, с нарушением метаболизма липидов, как уже говорили, и глюкозы. На исследовании было проведено исследование препарата ингибитора рецепторов энтралекина-6, это тоцелизумаба, на динамику уровня антипро-БМП у пациентов с ревматоидным артритом в течение 12-месячного периода наблюдения. В исследовании не включались пациенты с ревматоидным артритом, имеющие хроническую сердечную недостаточность. Все пациенты были обследованы кардиологами, проводилось эхокардиографическое исследование, и удалось включить 28 больных, медиана возраста 53 года, длительность ревматоидного артрита 108 месяцев, все больные были высоко позитивны, это 6,3 уровень ДАС, все больные были позитивны по ревматоидному фактору, большинство по антителам циклическому цитролинирум и пептиду, внесуставные проявления имели половину пациентов. Была зафиксирована высокая частота традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, это от 60 до 70%, такие состояния, как артериальная гипертензия, повышенный индекс массы тела, дислепидемия, ишемическая болезнь сердца, как представлено на слайде, встречалась у 11% больных. На момент включения в исследование неэффективность трех и более базисных противоисполитенных препаратов у половины пациентов наблюдалась, а непереносимость этих препаратов также у другой половины. На слайде представлена терапия больных ревматоидным артритом, как на момент включения в исследование, так и через 12 месяцев терапии тоцелезумабом, который назначался в дозе 8 мг на килограмм. Комбинированная терапия с метатриксатом была проведена у 61% больных, глюкокортикоиды на момент включения принимали 41%, и мы видим на выходе из исследования это 14%. Такое же снижение было замечено на приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. Прием статинов назначался по показаниям уже на момент включения в исследование, а не за счет фактора повышения липидов на фоне терапии. Представлена активность, динамика ее на фоне терапии тоцелезумаба. Мы видим значимое уже снижение через 6 месяцев, через 12 месяцев практически все больные перешли в группу с ремиссией и с низкой активностью ревматоидного артрита. Здесь схематическое изображение индексов активности ревматоидного артрита на фоне терапии тоцелезумаба. Что мы видим из лабораторных показателей? Достоверно значимо снижается уровень СОЭЦ, РБ, ревматоидный фактор и АЦЦП снижены, но не статистически значимы. И уровень антипро-БМП 75,8 до 37,8 – это практически уровень. В нашем исследовании была еще контрольная группа здоровых без ревматических заболеваний. Они практически снизили этот уровень до нормы в контрольной группе. Здесь представлена корреляция дельта изменений уровня антипро-БМП с дельта СОЭ и с дельта ЦРБ. А вот связи между изменениями индексами активности ревматоидного артрита с ревматоидным фактором АЦЦП крови получено не было. И каких-либо зависимостей уровня показателя пептида у больных, получающих как монотерапию, так и комбинированную терапию, тоцелезумабом, метарексатом, замечено нами не было. Таким образом, через 12 месяцев применение тоцелезумаба на фоне снижения активности ревматоидного артрита как при монотерапии тоцелезумабом, так и при комбинированной терапии тоцелезумабом с метарексатом. А снижение концентрации антипро-БМП ассоциируется с уменьшением уровня астрофазовых показателей, как СОЭ и ЦРБ, что позволяет рассматривать повышение уровня антипро-БМП, в рамках активности заболевания. Спасибо за внимание.